всем привет вы на канале madlama и мы как всегда не сидим дома и у нас начинается увлекательное путешествие мы приехали в Ивано-Франковск сейчас 6 утра и мы направляемся в город земброни но вы сейчас сначала посмотрите как же мы сюда добирались ну что погнали а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот мы добрались в деревню Дземброня и сейчас идём, чтобы расположиться в нашей Садыбе посмотрим, что у нас за домик и пойдём посмотрим окрестности Смотрите, вот так мы расположились вот наши кровати вот где-то здесь будет внизу на полу вот так вот спать Саня там мама, у нас окно у нас прям Новый год, здесь гирлянды висят в общем, круто, сейчас немножечко расположимся, попьём чайочек и пойдём смотреть на окрестности Итак, мы перекусили и решили, что нечего сидеть дома обязательно нужно двигаться куда-то и что-то посмотреть в окрестностях так как на Пип-Иван сегодня мы не успеваем потому что нужно встать пораньше и идти далеко мы решили сходить на гору Смотрич она находится на высоте тысячу тысячу восемьсот девяносто восемь а мы сейчас находимся на высоте восемьсот девяносто восемь метров над уровнем моря поэтому нам нужно подняться на тысячу метров и вот сейчас туда идём Итак, деревня Дземброня до 2009 года называлась Берестечка потом её переименовали это самая высокая точка Карпат и самая высокая точка Украины эта деревня находится на высоте восемьсот девяносто восемь метров поэтому мы довольно высоко длина деревни составляет десять километров и здесь всего двести сорок пять жителей но отсюда никто не спешит уезжать так как туризм очень быстро развивается и все надеются на то, что скоро здесь будет очень круто но несмотря на то, что туризм развивается сейчас ещё можно увидеть именно всю красоту той природы ещё не сильно тронутой туризмом и людьми и поэтому это именно вот то, что нужно если вы хотите отдохнуть в Карпатах и посмотреть на всё это на все эти красоты, которые нас просто окружают это просто нечто нечто о том, что мы видим Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот мы поднялись на высоту 400 метров И мне эта высота дается очень нелегко Не знаю, как и остальным, конечно Смотрите, смотрите, что я нашла Да, вот как-то так По-моему, страдаю только я И весь маршрут промаркирован бело-синими полосками Поэтому вы, в принципе, не заблудитесь Вот, еще также по дороге, где-то на середине пути Было место, где можно было набрать воды Поэтому если у вас к середине пути закончится вода Вы сможете ее набрать И также там был домик, где можно купить молочку А мы двигаемся дальше Все, как обычно, впереди Я где-то плетусь сзади Двигаемся Нам осталось совсем немножко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот, смотрите Под вот таким уклоном Где-то градусов 60 В гору ведет наша тропа Она вся из больших камней В принципе, подниматься удобно Но есть камни, которые очень высокие И приходится задирать очень высоко ногу И из-за этого набор высоты, конечно, происходит немножечко быстрее Но, конечно же, и тяжелее Поэтому приходится останавливаться чаще Чтобы немножко отдохнуть Мы еще не совсем дошли до вершины Но у нас уже открывается вот такой потрясающий вид Который, конечно, не перестает удивлять Это круто Мы добрались Наконец-то Мы все здесь Все смогли Ну что? Ура! И теперь попьем чай Передохнем И будем спускаться обратно вниз Итак, название горы у нас Смотрич Находится она на высоте 1898 метров Это каменистая местность По которой приходится пробираться очень тяжело И без подготовки Как я, наверное Вообще не стоит идти Очень тяжело И хочется умереть на середине Вот И здесь снимался клип Руслана Руслана Победительница Евровидения Вот, приходите, посмотрите Ну что, мы залезли на самую вершину На самую высокую точку этой горы И вы знаете, пив чая, посидев, отдохнув Ты понимаешь, что это все-таки круто Потому что все вот эти ощущения, когда ты лезешь Вот эта усталость У тебя нет сил Она очень быстро проходит Спустя буквально 5-10 минут Так что вот они мы все Счастливые и довольные Сегодня здесь собрались Итак, друзья, мы уже спустились вниз и вот как раз сзади смотрите вот эта гора на которую мы залезли то есть представьте себе мы приехали за 1000 километров чтобы залезть на эту гору поорать там и просто слезть ну это нормально это вообще законно но нам все равно понравилось сейчас мы уже спустились вниз недалеко от нашего дома есть магазины которых можно купить продукты так как нам не готовят но есть кухня в которой можно приготовить самим и мы сейчас придем домой что-то приготовим будем кушать пойдемте с нами и приятного аппетита итак подведем итоги мы покушали у нас начали болеть ноги у всех но на этом лена не останавливается наш организатор вот она сидит да вот это она и она решила что ну это слишком мало нам нужно больше больше гор и поэтому мы идем на две горы сразу движение это жизнь все мы приехали в горы значит мы будем ходить да да она всегда так говорит поэтому поддержите нас чтобы мы не падали духом чтобы мы могли дойти поэтому ставьте лайки пишите комментарии и до скорой встречи обняла